Сегодня у нас будет вечерний влог. Вечерний. Вечерний, да. Мы поздно выехали. Да, не знаю, к бабушке. К бабушке, к дедушке. К Матвейкиным, а не к своим. Я взял инициативу Марусиного канала в свои руки. Молодец. Да. Мне кажется, сейчас будет очень сутно. Ой, громко. Нет, смотри, кстати, нас хорошо видно. А, громко? Давай новость расскажем. Матвей сегодня первый раз, когда всю свою жизнь проспал до 9 часов. А, да, да, да. Это было круто. Я первая открыла глаза. Ну, вернее, нет. Он сидел, кстати, рядом с нами. Я не знаю, долго ли он сидел или нет. Но час он точно не сидел, поэтому минут 10. Девять! Я выспалась. Да, это первый раз за его пока короткую жизнь. Но, да, первый раз он поспал до 9 часов. И сегодня у нас первые совместные выходные за полтора месяца. Поздравьте. Нет, за последний месяц. Нам еще были одни. Да. Всей семьей. Дай поцелуй. Давай. Ой, ой, ой. Это ванильности, да? Да. И мы, конечно же, выехали в центр. Куда еще? Идем к охотному ряду и буму и так далее. В общем. И покажем вам, что там сейчас происходит. Отрывай, как там странно фокусирует. Смотри, то нас, то... Главное не тряси. Ладно. Возможно, там уже елочки поставили. Нарядили все. Может быть и нет. В общем, покажем вам. Ну, мы уже, кстати, достали... Оставайтесь с нами. Подожди, подожди. Достали конверт. Да, мочи в конверте уже. Потому что на улице хоть и 6 градусов, но холодно. Поговорим о погоде? Ну, руки вверх. Нормально, да. В общем, сейчас покажем все. Мокинул вниз. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна. Такая чужая стала сама себе. Сейчас все вместе. Чужие губы. Мы шли, думали, пройдем через Гум. Потому что там тепло. Можно было согреться и пройти дальше. Или чаек попить. А смотрим, тут все перекрыто. И оказывается, Гумы эвакуируют. Закрыли. Уже эвакуировали. Потому что позвонили. Сказали, что там бомба. Вы там такого не говорили? Ну, это же понятно. Мне кажется, нужно подальше вообще оттуда идти. Вот так сплетни появляются. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов. Прочитал? Берешь эту книжку? Берем эту книжку? Меня часто просят делиться своим питанием. И кто-то очень много набрал за последнее время. Поэтому сейчас я себя ограничиваю в соленом, жирном и так далее. Поэтому на обед у меня будет салат из огурцов, помидоров. Такой вот гречневый хлебец. Доктор Корнер. Очень вам хочу посоветовать вот этот вот хумус. Мне никогда он не нравился. Сколько раз я пробовала, и всегда какой-то провал. И отратительный, честно, вкус мне каждый раз попадался. Но вот этот просто обалденный. Он мне очень нравится. Покупаю его, наверное, уже распятый. Он идет еще с кедровыми орешками, с какой-то вкусной штукой сверху. И добавлю приправу копченая паприка. Очень вкусная. И даже без соли, в принципе, очень вкусный салат получается. Постоянно просите делиться своими находками. И сегодня решила вам показать очередную часть. Первая находка, это вот такие вот флаксы. Это очень полезные снеки, которые сделаны из 100% льна. Посмотрите, здесь в составе только лен, лук, укроп и сорт. У меня со вкусом лука первый снек. И второй со вкусом томатов. Это очень вкусно, очень полезно. И сейчас покажу, как они выглядят. Очень вкусные, полезные. И для перекуса самое то. И вторые полезности. Я не знаю, как они называют. Это просто другой бренд. Состав, в принципе, точно такой же. Состав практически такой же. Тоже лен, томаты, укроп и, в принципе, все. И специи какие-то добавлены. Без всяких там Е, ароматизаторов, красителей. Очень-очень их рекомендую. Уверена, что вам тоже они понравятся. Вы не пожалеете, что купили их. А второй полезный снек я их уже показывала в Instagram, в Stories. Но в видео, по-моему, я еще их не показывала. Эти маленькие хлебцы обожает у меня Матвей. А есть рисовый, гречневый, по-моему, еще кукурузный. Тоже 100% натуральный. Только вставе есть соль. Вот он, бренд. Как называется? Здоровей. Покупаю я все это в Глобусе, в магазине. Не знаю, на самом деле, как в других обстоятельствах дела. И вот вчера купила попробовать вот такие вот гречневые шарики. Единственное, они немного подслащены. Но натуральным подсластителем, то есть стевии. Матвей от них был просто в восторге. И я думаю, что лучше давать такие гречневые шарики, чем какие-то печенюшки. На самом деле, это выбор каждого. Я все-таки люблю давать Матвею что-то такое натуральное. Хочу вам рассказать об одной ситуации, которая со мной произошла. Возможно, кто-то из вас задумается и не будет совершать моих ошибок. Хотя я прекрасно понимаю, что все это может быть очень индивидуально. Где-то полгода тому назад, может быть, ну я не знаю, мне кажется, месяцев 6-7. Вы знаете, я сделала себе микроблендинг. На этом, по-моему, я закончила снимать видео о нем. Но через месяц у меня кое-что произошло. У меня все лицо, ну не все лицо, но по крайней мере по бокам пошли какие-то высыпания. То есть это были не прыщи, а именно внутренние какие-то покраснения. То есть они там не шершавые, не объемные. Просто какие-то красные высыпания. Сначала я подумала, что может быть это как раз произошло после того, как я закончила кормить Матвея. Но, знаете, вряд ли бы это произошло именно из-за этого. Потом я решила подождать. Подумала, вдруг все пройдет. Ну, все что угодно может быть. Может быть какая-то аллергия. Хотя у меня никогда никаких аллергий не было. Но вот жду я уже полгода и понимаю, что ничего не проходит. Пятна остаются, как вы видите, вот здесь пятна на подбородке и также сбоку. То есть я сейчас без макияжа. И буквально там дня два тому назад я решила позвонить к косметологу. Нашла клинику, позвонила к косметологу. Я ни разу не была косметолога за всю свою жизнь. Но может быть один раз мне делали чистку в подростковом возрасте и все. Но сейчас я понимаю, что мне без помощи не обойтись. Потому что я пробовала и сидеть на диете, да, то есть очистить свой организм. Все равно у меня ничего не прошло. Поэтому сегодня я записалась к косметологу и буду узнавать, что произошло с моим лицом, что с моей кожей. Но как вам? Представляете? Какой кошмар. И с этим я живу уже полгода. Вот. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok